Здравствуйте! Как контролируется сфера ЖКХ, что зависит от собственника жилья и как можно воздействовать на управляющую компанию? Об этом говорим и в нашей студии исполнительный директор некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль» Светлана Разворотнева. Светлана Викторовна, здравствуйте! Здравствуйте! Рада вас видеть в Самаре. Расскажите, пожалуйста, о причине вашего визита, о ваших планах на эту поездку и что станет результатом? Что будет в результате? Ну, действительно, сегодня, я считаю, в Самаре произошло историческое событие. Мы фактически запустили программу помощи собственникам по снижению их коммунальных платежей. Ну, на самом деле, вопрос этот всегда, как показывают в обращении в наши общественные приемные, волнует людей больше всего. Ну, самое большое количество вопросов, оно связано с тем, почему растут платежи, за что мы платим, непрозрачность, непонимание, как формируется вот эта платежка. Ну, когда мы начинаем разбираться, вот что мы видим? Тарифы, которые у нас государство пытается тщательно сдерживать, каждый год, тем не менее, всегда растут. При этом стоимость тепла, воды, электроэнергии, она у нас ниже, чем, например, в странах Западной Европы или в Америке, в Канаде. Ну, платим-то мы практически столько же, сколько они, а иногда и больше. Почему? Весь вопрос в объемах. Мы платим за то тепло, которое нам не нужно. Мы платим за те трубы, которые отапливают воздух, мы платим за ту электроэнергию, которую кто-то ворует по дороге, мы платим за воду, которая льется там из прогнивших труб. В общем, мы платим за неэффективность нашей коммунальной системы, мы платим за то, что мы должным образом не следим за нашими домами, мы платим за отсутствие учета и контроля. И, конечно, вот этот ресурс сокращения платежей, он у нас достаточно велик. Ну, вот эксперты говорят, 20% нашего платежа за тепло – это перетопы. То есть это тепло, которое нам не нужно реально, мы открываем форточку, топим воздух, его можно сокращать. Ну, как его сокращать? Конечно, можно там следить, запрашивать справки из гидромедцентра, следить, как выполняются температурные графики, потом судиться с ресурсниками. Некоторых получается, но это очень долго и сложно. А можно очень просто поставить регулирующую аппаратуру, и тепло будет подаваться вот ровно столько, сколько нужно. Там регулирование осуществляется либо по температуре наружного воздуха, либо по температуре внутри помещения. И пока собственники не очень активно пользуются этими инструментами по разным причинам, но государство им решило помочь. Через фонд содействия реформирования ЖКХ сейчас выделяются средства на энергоэффективный капремонт. Пока их могут получить только те собственники, которые выбрали в качестве способа накопления спецсчет. У нас есть капремонт, да, многие ваши телезрители знают, большинство у нас в общий котел платят в фонд оператора. А некоторые, значит, вот копят на своем спецсчете. Вот эти спецсчетники активные, ответственные, если они провели такие мероприятия, которые направлены на энергосбережение в тепле, на снижение потребления электроэнергии, они могут направить заявку в фонд и получить до 5 миллионов рублей в качестве компенсации своих расходов. Программа действует с 17-го года. Но о ней мало кто знает. Да, а на самом деле, ну, как бы дома, которые воспользовались этой помощью, можно по пальцам перечесть. Почему? Потому что была очень сложная система. Там собственник должен был провести собрание, обратиться в муниципалитет. Муниципалитет должен был в регион, регион должен был внести изменения в региональную программу капремонта. Ну, и вот все это, сочиновники, естественно, у них своих дел полно. Они совершенно не заинтересованы, чтобы это все, и это все не работало. Ну, вот сейчас мы заключили договор с фондом, мы как национальная сеть общественного контроля в сфере ЖКХ, что мы сами будем собирать эти заявки, помогать собственникам считать, да, вот заполнять вот эту заявку, по которой получают деньги, и передавать их в фонд. И если мы уже подтверждают, ну, если все подтверждают, что эта заявка действительно имеет потенциал энергосбережения, если она правильно заполнена, то фонд уже будет сам, так сказать, региональные власти, ну, скажем так, стимулировать, мягко говоря, чтобы они эту заявку просто подписали и отправили. Вот сегодня мы собрали людей, которые копят деньги на спецсчете, мы им рассказали, как это делается. Были представители фонда, был министр ЖКХ энергетики Самарской области, ГЖИ, фонд. Мы договорились о том, что это будет максимальный зеленый свет для всех, кто обеспокоен, так сказать, судьбой своих платежей, и что мы будем помогать им это делать. Да, ну, будем теперь следить за результатами. Кто откликнется, кто возьмется, да, вот потом. Ну, на самом деле, даже по старым программам я хочу сказать, что уже 19 заявок было подготовлено. Но, к сожалению, вот я говорю, в силу вот этих бюрократических сложных инструментов, они где-то там лежали в кабинетах, пылились. И мы просто начали с того, что вот наш руководитель Центра общественного контроля по Самарской области, Виктор Иванович Савских, пошел в министерство, взял эти заявки. Мы там посмотрели наши специалисты, да, что там, специалисты фонда, что там не хватает. Вот сейчас 4 заявки, они полностью соответствуют требованиям. Нам министр обещал, что завтра, послезавтра они уже пойдут в фонд на возмещение. Еще, получается, 15 заявок, да, мы там должны доработать. Ну, какие-то у них там, может быть, каких-то данных не хватает, что-то не очень точно посчитано. Ну, вот, по крайней мере, где-то около 20 заявок. Надеюсь, в ближайшее время уже от Самары пойдет. А какие еще новшества, какие законопроекты вносятся в Думу? Вот чего нам ждать, к чему готовиться? Что планируется? Вы в чем-то участвуете? Ну, конечно, да. Ну, я еще являюсь заместителем представителя Общественного совета Минстроя, и, конечно, ну, и членом Общественной палаты Российской Федерации. И, естественно, сейчас, наверное, самая большая работа, она связана с подготовкой новой стратегии развития ЖКХ по распоряжению заместителя представителя правительства МУТКО. Она должна быть разработана в этом году до 35-го года. Ну, как бы, конечно, такое начинание позитивное, хотя я прекрасно помню, как принималась предыдущая стратегия. Там было столько слов прекрасных. И то же самое повышение энергоэффективности, воспитание активного собственника и многое другое. И, к сожалению, очень многое не было сделано. А в некоторых, знаете, вопросах, мне кажется, государство, наоборот, у нас декларирует одно, а по факту происходит другое. Ну, например, мы говорим, надо, действительно, законы не работают, потому что собственники не знают своих прав, не знают своих обязанностей. Инертные, не выходят на общие собрания и так далее. Да, 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 и не заботятся о своем доме. Надо, действительно, собственника стимулировать. Но при этом, что у нас делает государство? Во-первых, собственник не распоряжается своим имуществом. У нас есть чердаки, там, подвалы, да, колясочные. Они вроде наши по закону, да. И там, в конце концов, даже если ты там не собираешься в этом подвале свои велосипеды хранить, ты можешь вообще-то сдать, получать деньги для дома, использовать их там на тот же ремонт или снижение коммунальных платежей. Но оказывается, что подвалы все записаны уже на балансе муниципалитета. Там вход куда-то в колясочную перекрыт и так далее. Вот. У нас, кстати, сейчас вот большая работа. Это вот наша сеть ведет именно по возврату собственникам общедомового имущества. В Самаре тоже планируем провести такой вот семинар. Много начали возвращать там и в Санкт-Петербурге, и в Крыму, и там в ряде других. Ну, это как бы такая текущая работа. Во-вторых, нам говорят, собственник, он должен снижать там потери. При этом у нас вводят плату за общедомовые нужды, потребление коммунальных ресурсов на общедомовые нужды. Они фиксированные. И собственнику уже все равно. Там проходят какие-то мероприятия по экономии. Не проходят. Все равно эта величина, она постоянная. Ну и так далее. Там, например, говорят, собственник хозяин в своем доме. Ну попробуй ты смени компанию управляющую. Ты даже если собрание провел, оказывается, что только после записи в реестре лицензий эта компания считается уже там смененной, да? А ведь те, кого вы хотите из дома убрать, они могут подавать в суд, да? Там в апелляцию, потом еще куда-нибудь. Это может процесс длиться до бесконечности. Люди ничего не делают по дому. Собственники свои решения выразили, а в доме все та же компания продолжает. То есть вот эти вещи, они, конечно, должны быть изменены. И мы сейчас такие предложения стараемся включить в стратегию. Но самое главное, у нас, ну как бы в нормальной жизни, мы же как вот с исполнителями услуг расплачиваемся, да? Он нам сделал работу, мы ему заплатили. Там, может быть, аванс какой-то выдали в начале. Но все равно пока он не доделает, мы ничего ему не оплатим. Что у нас происходит в сфере управления многоквартирными домами? Работает компания, не работает, прислушивается к собственникам, не прислушивается. А мы все равно и платим, платим и платим. И только если собственник, представитель совета дома, где-нибудь там поймает эту компанию, подпишет с ней акт сдачи приемки услуг, где написано, что, например, работа выполнена не в срок и не надлежащего качества, тогда, может быть, кто-нибудь нашу плату пересчитает. Но по факту компании не очень стремятся эти акты подписывать. Они как бы очень сильно экономят, не делают какие-то работы, и выручку кладут в карман. Вот мы считаем, что надо это все перевернуть с головы на ноги, чтобы собственник контролировал свой счет, чтобы оттуда деньги списывались только после подписания этого акта. Ну и вот много таких инициатив, конечно, там речь идет, в том числе про упрощение проведения общего собрания. Сейчас как раз в Госдуме есть законопроект, где предполагается в том числе через конференции проводить. Ну и, кстати говоря, вот мы... Да, да, у нас Виктор Иванович Часовских рассказывал о новой системе, что не все жильцы, там какая-то часть должна собираться на общее собрание, а вот именно представители советов, этажей, по этажам. Ну, это как собственники решат. Также сейчас там будет упрощаться, видимо, проведение собраний в электронном виде. Кстати, по нашей инициативе сейчас депутаты рассматривают законопроект как раз про общедомовое имущество. Срок исковой давности, вот если ты хочешь вернуть свой подвал или чердак, неважно, когда у тебя его из дома увели, но не только подвал и чердак, а еще там какие-то другие помещения. Вот срок исковой давности для таких помещений будет отменен. Это тоже законопроект уже практически на выходе. Последняя из проведенных реформ, это по вывозу твердого бытового мусора. Как вам кажется, как она продвигается, насколько она эффективна? Потому что было очень много нареканий, жалоб на то, что, опять же, возросли расценки, и люди, кажется, делают все то же самое, столько же мусора они, значит, выносят, а плата увеличилась. Да, вы совершенно правы. Конечно, реформа ТКО, она вызвала просто шквал возмущения. Вот мы, ну, я как говорила, у нас вот эта сеть общественного контроля, она там создана по 600-му указу президента, и на базе общественных организаций у нас в каждом субъекте работают региональные центры общественного контроля. Они ведут прием граждан, мы анализируем каждый квартал, ну, с чем граждане обращаются. Вот как раз в начале этого года мы увидели, что сразу там 15% обращений по всей стране, это ТКО. И, конечно, она, реформа, она немножко пошла неправильно, потому что проблема у нас на самом деле в большей степени связана с инфраструктурой. У нас отсутствуют полигоны, да, сертифицированные, у нас отсутствует должное количество этих контейнерных площадок, у нас отсутствует переработка. То есть теоретически как бы с этого надо было начинать, а не с монополизации перевозок, которая так или иначе, ну, как бы осуществлялась, да. И, конечно, то, что сделали регионы, вызывает, ну, многие регионы вызывают законную критику. Схемы обращения с отходами иногда очень непродуманны. Нормативы, ну, вот смотрите, норматив накопления, да, он там, я не знаю, в каком-нибудь Дагестане в 10 раз ниже, чем в соседней Анапе в Краснодарском крае, что в Анапе в 10 раз больше мусорят, конечно, вызывает серьезные вопросы вообще сама система расчетов. У нас, ну, есть регионы, которые начисляют по количеству людей проживающих, а есть по квадратным метрам. И, соответственно, там, где квадратные метры, там люди платят за все помещения. Живу я там? Не живу, да? Я все равно должен платить. А если вас считают по количеству людей, все равно, если у вас есть пустое помещение, где никто не прописан, вы все равно платите. Но это противоречит в корне принципу оказания коммунальной услуги, когда я плачу только за то, что потребил. Да, ну, на самом деле вопросов, конечно, очень много. Сейчас, слава богу, немножко начали справляться, появился единый российский экологический оператор, который, во-первых, следит за тем, что делают регионы, немножко их поправляет в плане вот этих нормативов, тарифов. Внесли, кстати говоря, сейчас, ну, вносят в правила предоставления коммунальных услуг возможность такую легальную расчета по фактическому потреблению, не по нормативу. Но это опять такая косвенная норма. Если регион решит, если муниципалитет решит, что вы можете платить только за то, что вы потребили, тогда да, вы будете платить. А пока это сделать очень сложно. У нас хотя бы сейчас есть норма, когда там, ну, юридические лица, например, ТСЖ, они могут заключать договор вот по фактическому потреблению. Но это происходит с таким трудом. Так они тяжело, так сказать, договариваются с этими региональными операторами. Вот. Но, тем не менее, движение есть, в том числе через того же вот экологического оператора. У нас сейчас закупаются контейнерные площадки для муниципалитетов. Это все-таки уже какое-то подспорье. Поэтому я надеюсь, может быть, это все выправится, но как быстро не могу сказать. Что делать с управляющими компаниями? Вы сказали уже, что очень трудно избавиться от таких негодных. Система лицензирования вы считаете эффективной? То, что выдаются лицензии, потом они могут отниматься, могут и продлеваться? Ну, к сожалению, я хочу сказать, что система лицензирования не дала того эффекта, на который ее создатели рассчитывали. Да. У нас, конечно, она там постоянно модернизируется, и появляются там грубые какие-то нарушения. Но все равно, понимаете, вот государство у нас, оно и собственника не может одного один на один оставить, да, с компанией, чтобы и само фактически, ну, не несет ответственности за свои решения, да, там, ну, оно штрафует управляющую компанию, если та что-то делает не так, она, я имею в виду, ГЖИ, да, но при этом штраф-то все равно как бы с дома собирается. В общем, мне кажется, что пока мы, вот основа основ, финансовые расчеты не приведем в порядок здесь, ничего не будет происходить. Во-первых, ну, конечно, нам надо реально начать считать, что сколько стоит, потому что иной раз управляющая компания не делает не потому, что она не хочет, и негодяи не такие, а просто на самом деле денег, ну, не хватает на все эти обязательные виды работ. Но давайте мы тогда откажемся от этого миллиона работ, которые у нас в 491-м постановлении, в 290-м, давайте мы ведем, кстати, это вот тоже мы обсуждали на площадке Госдумы, нас практически все поддержали, давайте мы ведем три пакета, да, услуг. Пакет только безопасность, когда вот делаются какие-то работы, без которых нельзя обойтись. Ну, если люди хотят сэкономить, вот подготовка к зиме, да, там, например, ну, там какие-то, давайте мы там откажемся от каких-то там дополнительных видов работ. Пакет там комфорт, он, очевидно, будет стоить более дорого, там, ну, и какой-нибудь пакет премиум для особо продвинутых. И самое главное, как мне кажется, вот надо ввести такую систему, когда платеж осуществляется только после приемки работ собственниками, только нужно вводить какую-то систему спецсчетов для домов, да, когда люди видят, сколько денег было собрано, сколько потрачено, потому что сейчас вот у нас, ну, существует у нас 731-е постановление, да, отчетность управляющей компании. Из этой отчетности вы узнаете все, что угодно, кроме ответа на простой вопрос, какие работы были сделаны и сколько они стоили. – Да. А что зависит от самого собственника? Как, вот что он может сделать, собственник, который борется с какими-то там, с управляющими компаниями, с качеством работы, еще с чем-то? Вот от нас что зависит? Вот нужен же какой-то ориентир. Вот был ориентир на активность, да, вот через там советы домов, поднять жильцов, их объединить даже во дворах, вот какие-то там есть совместные концерты, и так далее, вот. А сейчас какие-то есть ориентиры для собственников? Что нужно собственнику, чтобы вот отстоять свои права? – Ну, я считаю, что от собственника многое зависит. Конечно, действующее законодательство, оно дает ему довольно широкие возможности для контроля за теми, кто осуществляет жилищные услуги, за ресурсоснабжающими организациями. Первое, что ему нужно сделать, это, конечно, выбрать нормальный, грамотный, хороший совет многоквартирного дома. Совету многоквартирного дома, как минимум, нужно реализовать свое полномочие председателю совета, и действительно каждый месяц подписывать вот эти акты сдачи, приемки работ управляющей компании. Если он видит, что что-то компания не делает, то не ждать три года, да, потом говорить, а где наши деньги, которые мы перечисляли на текущий ремонт? Вот месяц прошел, подписал, это не сделал, это не сделал, это не сделал. В конце года обязательно с управляющей компанией собираться, формировать с ней план и смету работы. Вообще мы даже вот предлагали, кстати, в стратегии, чтобы это тоже было обязательным каким-то пунктом. У нас сейчас один раз в год собрание, где люди должны в том числе принять отчет управляющей компании, но при этом собрались они, не собрались, приняли, не приняли, управляющая компания, это никак не влияет на ее работу. Надо, чтобы вот так не приняли, да, значит, там уже как бы окончательный расчет не происходит. Ну плюс еще обязательный сбор в конце там года, например, в третьем квартале, чтобы посчитать, сколько денег на следующий год, да, чтобы эту смету утвердить, потом проверить, как ее исполнили, потом дать легальную оценку управляющей компании, и только после этого перечислять деньги. Это вот по-хорошему, но пока еще как бы это невозможно реализовать. Но все равно опыт показывает, что те собственники, которые... Да, нужна нормальная методика расчета работ, потому что вот очень часто у нас бывает, когда люди, ну, какие-то деньги платят и говорят, а вот мы считаем, что 50% работ должно идти на текущий ремонт. А компания говорит, нет, а мы там считаем, что все эти работы, это только осмотры. Вот мы ходим, значит, смотрим, проверяем, обслуживаем, моем, да, все, у нас денег больше не осталось. Понимаете, разрешить экспорт сейчас никто не может, потому что у нас нет методики, которая определяет вот эту вот стоимость, да, текущего ремонта и стоимость обслуживания реальную. Не ту, которая вот там, ну, там есть одна определенная методика для расчета муниципалитетами, но она немножко так из пальца высосана. А в то же время, ну, например, у нас есть случаи, когда в регионах, ну, например, Башкирию вот ваших соседей можно взять, там действительно взяли, посчитали, сколько каждый вид работ стоит, да, сделали такой калькулятор, да, пошел, проверил, сколько это стоит. Вот, то есть нужно возвращаться, деньги в основе всего нужно возвращаться на вот реально экономические расчеты, нужно как бы давать собственникам контроль за деньгами, нужно, я считаю, типа логизировать все вот эти вот документы, там договор, да, он должен быть типовым, и там четкие должны быть вещи описаны, отчет, платежка. То есть это все должно быть очень четко регламентировано, и тогда у нас, мне кажется, ну, как-то у собственников будет больше рычагов. И, наверное, нужно еще мотивировать старших по домам, работу, как-то плачевать или что-то. Ой, тут вы правы. Потому что вот не каждый возьмет на себя такой груз, естественно, если он не берет, ну, и доля ответственности снижается, если не получает никакую плату за работу, естественно, он не будет к ней относиться. Ну, к сожалению, да, сейчас... Здесь пока нет никаких вот решений. Ну, пока, к сожалению, это только по решению общего собрания, а такие собрания очень охотно проводятся. И, конечно, очень часто собственникам, старшим по домам платят как раз через управляющую компанию, а это уже... И они уже связаны как-то вот. Да, да, зависимости. Ну, мы, кстати, у нас была такая даже компания, мы тут обращались в Минфин и прочее, чтобы хотя бы страховые взносы с этих оплат не брали, но пока ничего не добились. Ну, я вообще считаю, что надо брать вот опыт на вооружение, например, той же Москвы, где хотя бы старшим по домам, ну, как бы льготу в 50% на коммунальные платежи дают. Да, 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 то есть я вообще его совершенно поддерживаю, что это надо вопрос решать. Вы сказали про Башкирию, про Москву, А у Самарской области есть какая-то специфика в сфере ЖКХ? Вот вы едете в Самарскую область в Самару и думаете, так вот здесь вот так, так и так, уже знаете. Ну, вот знаете, как раз у меня так свежи еще воспоминания про сегодняшние мероприятия. Мне кажется, что в Самаре достаточно активные собственники. Об этом, в частности, говорит большое количество спецсчетов. Люди принимают эти решения, и количество спецсчетов увеличивается. И действительно, мы вот сегодня выслушали там выступление одного председателя ТСЖ, который просто сделал из своего дома конфетку. Тут очень серьезный такой человеческий потенциал, да. Есть регионы бедные вот на людей, а здесь все-таки, ну, оборонка, да, вот такая вот интеллектуальная промышленность. И здесь очень много грамотных таких технарей, которые способны в том числе и порядок навести на уровне своего многоквартирного дома. Здесь, кстати, очень мне понравилась позиция ГЖИ ваша сегодня, которая говорит, что наша задача предупреждения, нарушения, что мы там не стремимся за количеством, да, выписанных предписаний управляшкам, да. Мы стараемся просто, чтобы это все работало. И вот мне кажется, что здесь есть серьезный потенциал. Я понимаю, что тут есть и проблемы свои, и там достаточно большое количество жилищного фонда, который управляется, ну, скажем, не всегда так, как людям бы хотелось. Но я просто уверена, что эти проблемы можно преодолеть, и в том числе вот за счет таких активных людей, которых много в Самарской области, ну, в Самаре, в Тольятти особенно. И тема расчетов за коммунальные услуги меняется, значит, методы платежей. То мы платим в какую-то организацию управляющую, то самим энергопоставляющим, ресурсным организациям. Вот как, на ваш взгляд, правильнее и выгоднее, может, для собственника? Потому что то туда, то сюда. Ну, как известно, у нас действительно переход на прямые договора с ресурсоснабжающими организациями может осуществляться либо по инициативе ресурсника, либо по инициативе собственников. Честно говоря, я плохо себе представляю, при каких условиях собственники могут принимать такие решения. Почему? Потому что, откровенно говоря, ну, это у нас и до этого пока еще закон не принял, у нас полстраны было на прямых расчетах, и вот мы очень хорошо видели, что как только гражданин начинает с ресурсником общаться напрямую, он начинает платить больше. Почему? Потому что управляшка, ну, какая бы она ни была, да, у нее там юристы есть, у нее специалисты есть, она способна отследить качество платежа, правильность начисления, она еще как-то способна конкурировать вот с этими ресурсниками, у которых там тоже штаты, да, у которых специалисты, а собственник, который остается один на один вот с этим монстром, извините, ну, часто он монстр, хотя, наверное, есть и добросовестные, ему очень сложно. Но вот мне кажется, что как раз все эти вопросы можно снять, ну, как бы в меньшей степени административным путем, потому что у нас же все время пытаются эти проблемы урегулировать административно, рост платежей сдерживают, да, хорошо это или плохо. Ну, с одной стороны, вроде для граждан хорошо, а с другой стороны, ну, мы видим, какие чудовищные аварии, да, на коммунальных сетях, как Самара в прошлом году зиму переживала, дай бог еще в этом году там не будут таких же аварий, как в прошлом. Почему? Потому что нет средств на вот модернизацию этой инфраструктуры, устаревшей, да, на ремонты нет. Вот часто, может быть, эти платежи, которые сдерживают, для кого-то вот они, их как раз надо повысить. У нас вода, она страшно дешевая, да, у нас водоканалы почти все банкроты. Вот, а кто-то, наоборот, там жирует, и, в общем, может быть, ему и не надо это ежегодное повышение. Но вот эта система, она всех уравнивает под одну гребенку, и она не работает. И, конечно, я убеждена, чтобы эту проблему решить. Во-первых, а, само государство должно вкладываться в такие проекты. И это общемировая практика. У нас 60% инфраструктурных, 60% оплаты инфраструктурных проектов в мире, вот таких коммунальных, это деньги бюджета. Только у нас все говорят о том, что придет инвестор, какой-то там инвестор, и он за свои деньги, а на самом деле это наши деньги, он что-то исправит, не исправит. Государство, органы местного самоправления должны в это вложиться. А второе, это вот я говорила, те дома, которые в руках самих собственников. Вот, ну, очень простой пример. Есть такая аппаратура, которая вот, ну, там ставится на обратку, и стоит она 400 тысяч, да, на большой многоквартирный дом. И при этом она позволяет, там, ну, процентов на 20 уменьшить потребление тепла. И окупается это сегодня, как мы слышали, там, я не знаю, за год, за два. И тогда, в общем-то, ну, что бы там ресурсники не творили, у вас, если у вас есть еще система дистанционного считывания показаний прибора учета, если вы в личном кабинете можете посмотреть, сколько там реально набежало, какая температура при этом стояла, вот ваш ресурс, вот этим надо заниматься. У нас заканчивается время программы. Вывод, который можно сделать по результату нашего разговора, это, наверное, использовать новые технологии для того, чтобы сократить свои расходы в сфере ЖКХ и использования коммунальных услуг. К этому нужно идти, потому что без этого все останется, ну, как прежде, да? Совершенно верно. А Музей ЖКХ-контроль вам поможет в этом. Спасибо вам большое за визит в студию. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»